Виталий Николаевич, игра была достаточно сложная. В конце игры Николаев проигрывал минус 7. Получилось не только вернуться, достаточно короткий промежуток, но и склонить чашу весов на свою сторону. Все-таки, в чем секрет? Ну, секретов нет, во-первых. Это игра, где некоторые моменты, которые отрабатываются на тренировках, но мы берем только концовку, где, по большому счету, у нас были, наверное, крепче нервы, и удача была на нашей стороне. Но нужно смотреть чуть-чуть раньше. Мы упустили преимущество второй четверти благодаря тому, что своим же ошибкам мы очень плохо начали вторую четверть, и получается на протяжении оставшихся второй четверти, третьей и четвертой шли вот эти качели, которые пользы не приносят ни в нервах, ни в чем-то другом. Для зрителей великолепно. Интрига, драйв, как таковой, но не только не для тренеров, которые, как все говорят, да, это валидольная игра. Если посмотреть на статистику, как таковую, ну, я думаю, что такого процента попадания обеих команд, ну, наверное, не припомнить, потому что и трехочковая за 60, там, да, и двухочковая, и общекомандная за 50, то, что и должно быть, да, там, под 60. Ваша команда очень здорово справилась с нервами и уверенно бросали трехочковые, что у них получилось. После второй четверти, по-моему, 13-11 трехочковых, это много, что значит. Не каждая команда выдерживает это, но нам удалось, где-то переломить ход игры, но, опять же, я недоволен своей, ну, даже не командой, а вот то, что ребята, какие принимали решения. Иногда переигрывали, очень сильно переигрывали, где-то кто-то заигрывался, фамилии я не буду, никогда не говорил и не буду говорить, но это дело поправимое. Сейчас самое главное, что есть победа, да, и впереди очень серьезная игра с Днепром. Я очень хочу поздравить своих ребят, тренерский штаб, наших болельщиков, которые были у телеэкранов, я знаю и каждый раз я благодарен им за ту поддержку, которую они нам дают, ту силу, которая нам вот в таких вот концовках и помогает. Поэтому, игра закончилась, результат нужно забыть и нужно готовиться к следующей игре. Приобретение Квентина Петерсона добавило, безусловно, команде опции в атаке. 37 очков против Запорожья, сегодня 39, это рекорд и сезон хай в украинской суперлиге этого сезона. Как вам удалось привлечь такого баскетболиста и довольны ли вы им, может ли он, возможно, что-то больше? Да, во-первых, не буду рассказывать, как он оказался здесь в Украине, как в нашей команде оказался. То, что он может больше, это 100%, и есть у нас запас, это я уверен в этом. Он может добавить как в личной игре, так и в командной. Второй показатель для меня еще больше важен, потому что в этом компоненте у нас откроется, наверное, еще второй фронт или третий фронт. Как сегодня было так, что и Луценко, и Зотов, и Ануфриев, и другие ребята были открыты. Кто-то попал, кто-то не попал, но, опять же, у нас есть опции с ним, с агрессивным игроком, который может в клачах, как сегодня, решить исход игры. Это очень важно. Ну и на фоне его, на фоне других легионеров будут расти и наши украинские игроки, и другие игроки, которые смотрят. Но, опять же, здесь нужно очень сильно дифференцировать возможности. В некоторых моментах вот эти заигрывания, да, или как переигрывания в ситуации, которые можно было решить по-другому, это наш плюс, но и в то же время наш минус, когда в каких-то эпизодах мы можем этим поплатиться. Спасибо вам и успехов вашей команде. Всегда тяжело здесь играете. Спасибо вам.